А у нас распускается мимоза. Дожди, дожди, но хоть какая-то радость будет. Вот как-то так. А что это такое? Это гренадин гранатовый. Там водка. Сок гранатовый. Вареный с сахаром, водкой, апельсинкой. Я сейчас на себя перегляю. И без воды. Прикольно. Ну давайте пробовать. Давайте пробовать. Вроде сладкий. Сводит скулы. Доброе утро, друзья. Сегодня один из тех дней, который будет наполнен смыслом и беготней. У нас еще раннее утро совсем. Ирина уже сварила кофе. Я проснулся на его запах. 7.30 утра. За нами приехал Младен. Привет. Значит, мы куда-то сейчас поедем. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Приехали в лабораторию делать тест. А у нас тут глаза торчат. А у кого-то еще и очки запотели. Да. Маленька пошли сдавать тест. Реките мне имейл адреса. На который я вам прощаю. Может и на него. Может, может. Может, только посмотрите. Он пишет на него. ВЫДУТ. Какому имя? ВЫДУТ ПИСАНОВ. Джмайл.ком. Пинка отца. Парлам. Друзья, привет! Это яхта Даниила и наш видеодневник. Сегодня я позволю себе появиться в кадре в очках. Признаюсь вам по секрету, что, когда вы будете смотреть этот ролик, мне уже на тот момент стукнет ровно 50 лет и, наверное, каждый мужчина к 50 годам должен обзавестись очками. Вот со мной такое случилось. Сначала я их стеснялся, теперь я стесняться перестал и вот даже появился в кадре. Так, но это я забегаю вперед. Короче, друзья, сегодня у нас был такой активный день, что, блин, мы бегали, сдавали анализы, потом поехали в Бигово. Поехали продавать с Младеном машину. Не переживай. Пришлось заехать на мойку. Открыли мотор. Забыли вчера закрыть пробку. Младен вчера забыл закрыть пробку. Едем продавать машину в таком виде. Хорошо, что посмотрели. Машина стоит 1300 евро. 1997 год. Обратите внимание, на машине дубовая ветка. У черногорцев обычаи на Рождество на бампер вставлять дубовые ветки. Ну, теперь мотор чистенький. Ну, попробуем завести. Ну, это дизель, что ему будет. Супер. А чуть-чуть вылилось. Супер. Супер. чтобы машинка посохла решили съездить в бигово попить кофе и увидели вот эту гору с оливами блин какая она огромная три года назад здесь был пожар все расчистили территорию и посадили целый сад оливовый целую гору засадили но это долговременное вложение потому что олива плодоносит начинает 10 лет если не больше узкие улочки черногория приморских деревень иногда кажется что здесь вообще невозможно проехать но местные здесь гоняют и вот она бухта бигово и Продолжение следует... Продолжение следует... Наш день получает необычайное развитие. Просто поехали погреть машину, высушить после мойки. Заехали в Бигово. Совершенно посторонние люди встретили, напоили кофем. Владелец ресторана рассказал нам про эту посадку олив. Продолжение следует... Мы сказали, что здесь в Бигово какой-то австрийский фонд строит дорогу. Здесь будет строиться отель. Так что прощай, уютное местечко Бигово. Редактор субтитров А.Семкин Пока Младен ездил, продавал машину, Ира заехала в магазин, затарилась. Подушки новые. Наши подушки мы облили в шторм. Они у нас стали желтые и мокрые. Некрасивые. И некрасивые, и неприятные. Пришлось новые подушки. Завтра утром мы уезжаем опять в Хорватию перегонять яхту. Ту самую первую яхточку, которую мы ездили выбирать, еще в ноябре месяце. Вот. Самое сложное было это собрать все документы в кучу. Ребята-покупатели занимались в России оформлением документов, регистрацией яхты. Брокер в Словении тоже помогал нам. Мы здесь, в свою очередь, тоже всех наподряд консультировали. Короче, мы собрали вот такую папку документов, но даже это еще не все. Самая сложность была это именно попасть сейчас в Хорватию. Мы тоже собрали кучу документов, кучу вызовов. Сходили, сделали ПЦР-тест. И опять же, это еще не все. Нам надо было как-то туда добраться. Сначала мы хотели ехать в Хорватию с Ириной, но мы посмотрели на погоду. И на время перегона лодку мы будем гнать за дар. Это примерно 200-250 миль. Погода будет где-то отрицательная. То есть, не совсем кайф. И поэтому я нашего любимого старпома решил поберечь. И мы едем на перегон с Младеном. Вот. Большая проблема была попасть в Хорватию. То есть, такси не ходят, автобусы не ходят. Машину напрокат мы взять и туда уехать не смогли. Потому что оттуда кто погонит назад машину. Тут целая криминальная история. У нас друг в Марине, у которого здесь стоит яхта, живет в Чехии. Вот он ездит к себе на яхту. Он тоже делал там у себя в Чехии ПЦР-тест. Сейчас он уже мне отзвонился. Он попал в Хорватию. Завтра утром он нас будет встречать на границе Хорватии-Черногории, куда мы должны попасть пешком. Довезет нас туда на лодку. Потом он вернется сюда. А мы уже приедем на лодку. Вот. Ребята, извините, что я так тараторю. Пытаюсь до своего отъезда в Хорватию записать этот ролик. В общем, друзья, смотрите, сегодня какой был безумный день. Наслаждайтесь немножко Черногории. У нас наконец-то кончились дожди. Еще бы два или три дня дождей. И я бы, признаюсь, я готов был сойти уже с ума. Я готов был рвать и метать. Но вышло солнце, которое принесло нам морозы. Друзья, оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал. Следите за нашим переходом. Следите за нашими социальными сетями. В переходе я буду постить какие-нибудь фоточки. Но фильм вы увидите, конечно, обязательно позже. Не забываю о наших спонсорах. У нас на этой неделе появился новый спонсор на нашем канале. Это Костя Кибу. Надеюсь, я все правильно произнес ваше имя. Костя, привет. Старые наши подписчики. Друзья, всех вас люблю. Обнимаю. Следите за нашими путешествиями. Следите за нашими дневниками. Увидимся через неделю. Пока-пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok